Я не сразу стал художником, как профессиональный художник, растущий с детства. Был случай, когда я оказался в нужном месте в студии моей дочери. Это было в Америке, в Соединенных Штатах, где я увидел холсты, краски и решил попробовать что-то написать. Сделал работу и мне показалось, что она очень интересная. Семья поддержала меня, я начал продолжать рисовать. Так в свои 63 года я бросил науку, сначала начал рисовать, понял, что это мое дело, оставил науку и перешел на занятия живописью. Прошло около 15 лет, было около 40 выставок разбросаны по всему миру, из них 25 персональных. Таким образом, я теперь не могу жить без этого дела, без этого дела. Так вот я начинал. В Дагестане меня занимает особое место, на самом деле. Это началось с подачи Гамзатова Гамзата Магомедовича, который увидел мои работы, очень захотел, чтобы я написал цикл работы в Дагестане. Я был в командировке там, с подачи Гамзата Магомедовича Гамзата, если вы знаете его. В Дагестане его очень много хорошо знают, он именитый человек. И проведя месяц в Дагестане, я создал цикл работ, около 50 работ дагестанского цикла, которые пошли со мной путешествовать по миру. Конечно, это была акция, связанная с тем, чтобы славить Дагестан, хотя его тяжелые времена, но Дагестан не всегда был таким. И не все плохо, есть традиции, есть люди, которые там живут. И я хотел воспеть их и передать их другим. Это мне удавалось на многих выставках, во многих странах. Люди заинтересовались. Дагестан не особое дело. Я продолжаю писать, кстати. Я очень бываю часто в Дагестане и продолжаю заниматься дагестанским циклом. Мне это очень нравится. Мне по душе, потому что я очень люблю свой родной город Дербент. Кстати, там была моя выставка персональная, посвященную юбилею Дербента. Это было необыкновенно, конечно, на цитаделье, на крепости. Вдруг я прохожу вот эту историю. Так что Дагестан для меня очень дорогий. Я продолжаю заниматься работами с Дагестаном. Есть работы у меня по Чечне. Есть несколько работ по Пятигорску, несколько работ. Но таких больших работ, многих работ, которые я имел по Дагестану, по другим Кавказским республикам, к сожалению, нет. Но есть работы по Азербайджану. В селении Куба было написано только тот же цикл работ. То есть юг меня очень волнует. Хотя мне приходится разъезжать по многим уголкам мира, по разным континентам. И вот на этой выставке вы видите или увидите эпизоды, связанные со многими местами в мире. Южная Америка, Северная Америка, Северная Африка. В Азербайджане я бывал много раз, конечно, я знаю. Они же на границе с Дербентом это находится. И у меня там очень много знакомых и друзей и людей науки, с которыми я в свое время очень плотно работал. С Институтом физики Академии наук Азербайджана. Это был период науки, той, которой я занимался. Занимался я очень интересной наукой. Была связана с сверхчисленными веществами для создания оптических элементов или материалов, связанных с электроникой. Была интересная наука. Для меня наука была так же интересно, как теперь живопись. То есть я как-то перешел в другую среду и продолжаю жить так же активно, как было в науке. А в науке было очень много нелегких моментов. Кандидатская, докторская там и так далее. Ну вот такая история связанная с наукой и живописью. Вы знаете, я человек, который любит все в природе. В горах меня поражают горы, на море поражает море. Я делаю все, с чем я встречаюсь, что меня привлекает. И на этой выставке тоже можете видеть много работ. Морских пейзажей. Горных тоже очень много. Вообще, горы меня больше привлекали, потому что я в молодости был альпинистом. И, конечно, горы для меня это очень многое значит. И поэтому я к ним очень часто возвращаюсь сейчас. К горам, к своему прошлому. Да, я им очень увлекаюсь. Горы везде интересны. Я был на Теньшане на восхождении. Кавказские горы очень интересные. Дагестан очень красивый, кстати, необычной структурой. Гор очень красиво. Вообще, Дагестан — это такой прекрасный уголок мира. Я могу это говорить с ответственностью, поскольку я очень много видел. И вот Дагестан — он красавец, конечно. Жалко, что все там происходит, то, что не нужно происходить. Люди не понимают, что они рушат на самом деле. Так что Дагестан — красивый край. Я призываю к тому, чтобы люди опомнились, не делали того, чего делают сейчас. Это страшное дело, конечно, что вот такое противостояние Дагестане, которого никогда не было в свое время. Я помню это. Я уже достаточно преклонного возраста. Я помню времена, когда там был мир. Вот это было очень важно, конечно. Художник сам убирает, что он хочет. Никогда не поймешь, что хочет художник. Меня очень интересует природа, например. Меня лично. Природа во всех своих проявлениях. Пейзажи — каждый пейзаж, каждое место вызывает тебе желание писать по-разному. Несколько лет тому назад, года три тому назад, это было в Хайхи. Меценат Амари Калаев, он создал там место проведения выставок и национальных песен. И вот там был бионали, где я был в составе жюри и мог оценить работу дагестанцев. Это была работа Северного Кавказа, как сказать. И огромное количество талантливых ребят. Просто огромное количество. И больше того, будучи членами жюри, мы присудили две премии с поездкой в Англию, где их принимали в специальном замке, где они могли рисовать. А потом, после того, как нарисовали картины, делали их выставки с продажей их работ. Очень я преклоняюсь перед многими художниками Кавказа. И наиболее близко я знаю дагестанских художников, которые тоже прекрасны. Везде по-разному, но много хороших. Вот что меня привлекает.